МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не ищи меня ВКонтакте. СНБО запретил доступ к российским соцсетям в Украине. Ни мандата, ни паспорта, как парламентарии, лишали коллегу депутатских полномочий. Изменчивая правосудие, почему перед мукашевскими стрелками могут распахнуться тюремные двери. Неуловимый вирус, кого подозревают в распространении по всему миру вредоносной программы. Верховная Рада собралась на первое после майских каникул пленарное заседание. Правда, отдохнувшие нардепы законодательные чудеса так и не продемонстрировали. Но кое в чем все-таки преуспели. В едином порыве лишили мандата своего коллегу Андрея Артеменко. Проголосовали причем спринтерски. А вот как и почему народные избранники пробуксовали по важным социальным вопросам в моем материале. Опасаясь митингов и беспокоясь о нардепах, в полиции решили усилить охрану в правительственном квартале. Дежурили почти 800 нацгвардейцев и копов. А в Раде в это время взывали к тем же правоохранителям. В очередной раз указывали на провалы и призывали заняться наконец-то расследованиями. Вчера пізно ввечері був брутально и жорстоко побитый депутат Миколаевской миссии ради от самопомощи Вячеслава Панасенко. Сегодня он в реанимации. Нам модно пранкеров ловить, но не шукать настоящих злочинцев. Сегодня очевидная криза правоохранительной системы, которая выступает дестабилизирующей, а не стабилизирующей силой, потому что не злочинцев, а иногда берет злочинцев себе у тех, кто им помогает. Результатом отсутствия парламенту стало еще больше загострение кризовых явлений в общественном мире. Это показали события 2 травня в Одессе и 9 травня по всей стране. Влада не зробила нічого, щоб примирити людей і знайти спільні ориентири. Навпаки, продовжує на не тати протиріччя в суспільстві, що до історичних і мовних подій, а за рахуванням порядку денного, ще й межконфункційних відносів. Всю неделю в парламенті решили поделити на блоки. Сегодня, к слову, день ЖКХ. Однако, нардепы демонстрирують чудеса оперативності не в принятии законов, а в политических вопросах. Минут за 10 нардепы прекратили депутатські полномочия Андрея Артеменко із-за двойного гражданства, хоча тут же сетували на двойні стандарти. Повноваження депутата припиняються достроково у разі припинення його громадянства. Питання номер один. Чому президент не зміг, наприклад, позбавити громадянства пана Насирова, який, очевидно, має декілька паспортів? А друге питання щодо вибірковості. І я тут звертаюся до кожного з вас. Підніміть руки тим, хто має лише громадянство України. Чудово, весь зал. Тому я звертаюся ще до ССБУ. Перевірити кожного на наявність іншого громадянства. Дякую. Не руки потрібно піднімати, а якщо є докази, що в когось є інше громадянство, потрібно звернутися до відповідних органів. Але в цьому контексті є ще два дуже великі питання. Перше – це відповідальність лідерів фракцій, які мають так само, коли вони дивляться свої списки, це до всіх фракцій стосується. Я в даному випадку про всіх говорю. Дуже чітко дивитися на свої списки. І другий – відповідальність ЦВК. В очері за мандатом на смену вибившому Артеменко Валерія Зарушко в СМІ быстро розкопали, що будущий нардеп – управляющий партнер агентства недвижимости. А вот лідер радикалів Олег Ляшко гордо називає її «біженка з Донбасса і волонтёром». Як би там не було, депутати в цій раді появляються і ісчезаються быстріше, чем законы принимаються. Так, вопросы ЖКХ обсуждали часами і в итоге отправили на наработку. Порядок денний, крім цих двох законопроєктів, іде переименування ряду міст, по-суті він ніяк не змінює економічну ситуацію в країні. Крім переименування уліц, чість депутатів сочли важним внести вопрос о Георгії Скаленточки. Питання, яке викликає політичні дискусії, з приводу Георгії Скаленточки. Тому цей законопроєкт про заборону використання цього символу буде теж сьогодні запропонуваний в Верховній Раді України. І вже побачимо по голосах, але я сподіваюся, я переконаний, що ця ініціатива теж буде підтримана. Ещё один дискусіонний вопрос, который нардепи запланировали на эту неделю – церковний. Уже є законопроєкт, позволяющий общині саму і определять подчинення храма патриархату. Це буде создана бригада, бригади, точніше, які будуть літуєші по всій країні, в камуфляжах, масках, балаклавах. Бригаду бандитів, які будуть їздити по всій країні, зробити збори приходів і переводити церкви уже на законному основі київський патриархат. Це все буде зроблено під прикритием властей. Це розжигання гражданської війни вже на религіозній почві. Впрочем, уже на старте робочей недели особого ентузиазма у нардепів не наблюдається. К обеду сесійний зал опустел. Екатерина Лысенко, Ірина Романова, Володимир Самченко, Геннадий Никеенко. Подробності – Телеканал «Интер». Не Артеменко единий. Мандата нужно лишить лідера радикальной партии Лего Ляшко за участие в плане продажи украинского Крыма. Так считає нардеп Сергей Каплин. Понести наказання, считає он, должны і остальні участники так называемої сделки. Не може навіть обговорюватися. Питання подальшого перебування тієї абсолютно бандитської, продажної, антиукраїнської фракції. Ми звернулися до Генеральної прокуратури, СБУ, інших правоохоронних органів. Будемо звертатися до суду і міжнародних гімстанцій, аби було прийнято рішення про позбавлення Ляшка депутатської недодорканності і розслідування факту з раді національним інтересам, з раді української державності і з раді українського народу. А возле Верховної Раді сегодня утром прошло сразу несколько митингов. На один активисты принесли черные полиэтиленові мешки і потребували від нардепів ввести відповідь за неиспользовання ремні і безопасності в автомобілях, а також увеличити штрафы за превішення скорости. Участники другої акції установили виселису, которая якобы символізувала смерть НАБУ. Це случиться, заверили активисты, якщо Рада в четверг примет во второму чтіні законопроект 62-20. Он, по їх мнению, фактически уничтожит антикоррупційне бюро, поскольку обяжет НАБУ закрывати любое уголовне производство, которое раніе було закрито другим правоохранительним органам. Тим временем у борців з корупцією похожий непочатий край роботи, в тому числе і в органах внутрінних дел. Вот, к примеру, на крупній взятки попався начальник больниці при МВД. За що він требував деньги і як насобирав 150 тисяч гривень, узнавала Галина Якушко. 150 тисяч гривень всього за 4 місяця заработав на взятках руководитель больниці при Министерстві внутрінних дел во Львовській області Юрий Дубец. Як утверждають в прокуратурі, деньги Дубец брав систематично. У тих, хто ремонтував здання, арендував поміщення і за інші услуги. Задержали його при полученні очередного відката. 6 тисяч гривень Дубец потребував за разрешення відкрити массажний кабінет на третій этажі больниці. Особа спілкувалася з керівником, передала йому непримірну вигоду, він її отримав, і після чого був затриманий працівниками поліції. З рабочого кабінета правоохранители з'явили документи і чорну бухгалтерію. Сьогодні кресло в кабінеті руководителя пустує. Дубец знаходиться в следственному ізоляторі. Відомственній больниці він управлял 20 років. Секретарь пітається захистити начальника. Дуже хороший організатор, дуже хороша людина, дуже чуйна, і я нічого погано про нього сказати не можу. Могли ви підставити? Могли, могли підставити. Я в це не зовсім вірю. А чого? Така у мене думка про керівника. А от общественні активісти в чесність госпслужащого не вірять. Говорять, взятки в цій больниці в порядку вещей. Штучно створюються перешкоди для проходження медичних комісій, що є черги тотальні. Це проблема створена штучно для того, щоб людина пішла і в останній момент дала гроші або якимось іншим корупційним шляхом вирішила цю проблему. Можна було домовитись за медичну довідку, домовитись, скажімо, за лікарнян і так далі. Завтра Юрію Дубцу будуть збирати меру пресечення. Прокуроры настаивают на аресте. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Запретить доступ к IT-компаниям, поисковикам и соцсетям, связанным с Россией. Такой указ подписал президент. В черном списке более полутысячи фирм и ресурсов. Среди них популярны ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Мейл.ру и программа Одинас. Причина – защитить пользователей от антиукраинской пропаганды. А вот какие следствия будут у этого решения в нашем сюжете. В санкционный список попали более полутысячи компаний. Среди них такие, как сервис Мейл.ру, поисковик Яндекс и соцсети Одноклассники и ВКонтакте. Украинским провайдерам доступ к ним будет закрыт. В компании из черного списка на новость отреагировали молниеносно и по-разному. Сервисы Мейл.ру считают, что особенно не пострадают от санкций, поскольку в Украине на них не так много подписчиков. А вот в популярной сети ВКонтакте возмущены. Говорят, санкции неправомерны и пострадают прежде всего пользователи. Одноклассники тоже негодуют. Антиукраинского контента говорят у них нет и запрет называют незаконным. В группе же Парус, разрабатывающей программное обеспечение, заявлениями решили не ограничиться и намерены идти в суд. Вот что говорят их представители в Украине. Я хочу прокомментировать закон, который вышел в том смысле, что мы есть украинский разработчик. Разработчиками нашего программного обеспечения есть граждане Украины. Авторские права належат гражданам Украины. Это подтверждается свидетельствами Державной службы интеллектуальной власти. Мы считаем, что нормы этого закону являются неправомирными и мы будем отстанавливать наши права в соответствии к законодавству. То есть мы будем бороться за себя. Юристы уверяют, что судебные иски вполне вероятны от многих компаний из черного списка. И украинской стороне придется объяснить причины запрета. У тебя должны будут быть основания под это. Какая была незаконная деятельность. В чем она заключалась. Как это задокументировано. И тогда уже суд будет это все взвешивать. Продуктами компании 1С, тоже запрещенной отныне, пользуются 80% предприятий, а именно бухгалтерскими программами. И это уже влетит в копеечку отечественному бизнесу, если вообще не застопорит работу многих фирм. Запрет программ 1С, которым пользуется 80% украинских предприятий. Если для маленькой фирмы это 300-500 долларов, для большого предприятия это уже счет на тысячи, где-то на треть миллиона украинский бизнес попадет с этим запретом. Отреагировали на запреты правозащитники. Говорят, такие меры власть должна предпринимать осторожно. Закрытие доступа к любым ресурсам должен быть предпринимать только как крайний мер и только в определенных случаях. Это решение и эта тенденция нас в общем беспокоит. Мы считаем, что у людей должен быть доступ к разным мнениям, к разным источникам. Тем временем Укртелеком уже начал работы во исполнении указа. Наразі наши технічні фахівці роблять попередню оцінку, что нужно сделать. И мы считаем, что наиболее неделю будет нужно для того, чтобы увидеть результаты. Пока что ничего не начали блокировать сегодня. Насколько я понимаю с текстом, фактически с 15 числа. Но процесс этот довольно сложный. Он требует технических роботопробий, поэтому он происходит в часе. Незамедлительно исполнять указ провайдеров призвал секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня на заседание Совета. По словам Турчинова, у значительной части интернет-провайдеров такая техническая возможность есть. Эти мережи использовались для, с одного боку, незаконного сбора информации. С другого боку, через них ведется фактическая информационная агрессия против нашей Украины. Пока Служба безопасности готова информационный лист, который, я надеюсь, уже завтра отримают украинские провайдеры. Я обратюсь к украинских провайдерам. Они ждут информационного листа от Службы безопасности, а уже сегодня начинают блокировать российский контент. Напомню, согласно указу, до 1 июня все интернет-провайдеры должны заблокировать ресурсы из черного списка. Инна Томина, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. Вице-мар Харькова Татьяна Винникова остается на свободе. За нее внесли залог 30 миллионов гривен. Напомню, чиновницу, которая курирует вопросы градостроительства, подозревают в земельных махинациях на миллиарды гривен. Татьяна Винникова подписывала бумаги, по которым городские земли бесплатно раздавались подставным лицам. И город за 9 лет, по данным ГПУ, лишился таким образом более 650 гектаров. Общий ущерб более 4 миллиардов гривен. Но от должности чиновницу не отстранили. Сегодня истекал срок внесения залога. Перед возможным арестом о Винниковой резко стало плохо. Сейчас она в больнице, но деньги нашли. Вот как ее адвокаты объяснили, откуда 30 миллионов гривен. Единственный источник дохода у Татьяны Ивановны – это ее заработная плата. Собрать ей лично не удалось такую сумму. Однако откликнулись с помощью ее друзья, близкие, знакомые. И по состоянию на сегодня уже сегодня был внесен последний платеж. И данная сумма уже погашена. На расчетном счету апелляционного суда уже есть 30 миллионов гривен. Могут оказаться на свободе и участники Мукачевской перестрелки. Они уже не террористы, а обычные бандиты. Почему сняли столь тяжкое обвинение? И какое теперь наказание грозит четырем бойцам правого сектора, знает Марина Коваль. 11 июля 2015-го группа бойцов правого сектора, примерно 12 человек, приехала на переговоры к народному депутату Михаила Лунев-Мукачева. Встретились в спортивном клубе. Завязалась перестрелка, погиб охранник клуба. А затем после погони на выезде из города в перестрелке между правым сектором и полицией погиб еще один человек. Правоохранители арестовали четырех участников инцидента. Все задержанные – члены закарпатской организации «Правый сектор». Их глава Роман Стойко до сих пор в розыске. Сразу после произошедшего он так объяснил, почему бойцы поехали к Ланё. Нас вызвали на переговоры еще около трех дней назад криминальный авторитет Блюк. В связи с тем, что им не понравилось, что наши патрули чергуют вдоль митницы и не пускают контрабанду. Конечно же, мы пошли на переговоры. А вот Михаил Ланё все опровергает. Мол, бойцы правого сектора сами вызвались приехать. Провокация 100% должна быть какая-то тут. Вот они подумали, что моя охрана даст ответственность за то, что застрелили хлопца. Но, слава Богу, этого не произошло. Если мне не хочет претензии, какие-то выставлять обвинения, будь ласка, давайте. Если последняя версия – я контрабандой занимаюсь. Пускай не дают материалы, что я занимаюсь контрабандой. Четверым задержанные бойцам правого сектора выдвинули обвинения по 10 статьям Уголовного кодекса, в том числе и терроризме. Судебный процесс длится год и 10 месяцев. Задержанные виновными себя не считают. Сегодня на очередном судебном заседании прокуроры убрали из обвинительного акта несколько статей, в том числе и самое тяжелое обвинение в терроризме. Адвокат, правда, говорит, что таким образом генпрокуратура затягивает процесс. Надалее остается бандитизм, невмисленное упсувание майна, пошкоджение майна. Остается непокорство работникам правоохранительных органов, остаются тяжкие телесные ушкоджения. Прокуратура выкрасила просто этот аргумент для затягивания часа. С вырахованием того, что у одного из судов закончится скоро повноважение. Очередное судебное заседание назначено на 29 мая. Адвокат собирается просить суд изменить меру пресечения подзащитным. Ведь после того, как с них сняли обвинение в терроризме, подсудимых можно отпустить до вынесения приговора. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Если уж не сохранить работу, то хотя бы скостить срок. В Николаеве огласили приговор сотруднику полиции, который устроил ДТП в центральной части города. Тогда погибли 4 человека. Приговорили полицейского к 5 годам тюрьмы. Но в итоге он может провести за решеткой намного меньше. Почему, выяснял Кирилл Ющишин. Авария произошла в ночь на 28 февраля в прошлом году. Валерий Агаджанов, лейтенант полиции, на своем автомобиле забрал из ночного клуба друзей и развозил их по домам. На центральном проспекте машина разогналась и на небольшом подъеме оторвалась от земли. БМВ закрутила. Она врезалась в припаркованные машины, а затем в дерево. Все, кто был в салоне, кроме водителя, погибли. Это двое мужчин. На тот момент уже бывшие сотрудники милиции и две девушки-студентки. Сегодня, спустя полтора года, суд огласил вердикт Валерию Агаджанову. Признать, что ему, по крайней мере, выжилили 5-й роки по сбавлению обволиции, по сбавлению права выкрывания транспортным засобам на 3-й рок. Сам Агаджанов свою вину признал, но только частично. Я считаю себя виновным, как вы хотели. У меня потерял грузей. Но я считаю, что справедливость должна восторженствовать. Привлекать к ответственности дорожную службу, так как они действительно нарушили порядок и регламент технологических правил ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. Вот только в суде во время заседаний установили причину аварии превышение скорости. Предположительно, на спидометре БМВ было 130 км в час, хотя и эту цифру свидетели ставят под сомнение. Они утверждают, что скорость достигала 200 км, не веря словам подсудимого и родные погибших. Покрытие асфальтное. Агаджанов проживал в этом районе. Он каждый день ездил по этой улице. Он знал это покрытие. Скорость была сумасшедшей. Ни прокуратура, ни сторона защиты пока не уверены, будут ли обжаловать приговор. Я еще раз приношу свои извинения перед родителями. Сегодняшний днём не главное, сколько бы вынесли бы. И не главное, чтобы родители простили бы моего сына. Сторона обвинения ориентировала суд на максимальное наказание в мерах санкции статьи, предусмотренного частью третьей статьи 206, это 10 лет лишения свободы. Фактически у нас есть 30 суток для внесения апелляционной жалобы. А вот родные погибших уже заявили, будут требовать ужесточения наказания. По их словам, Агаджанов намеренно затягивал процесс, чтобы попасть под действие закона Савченко. Из назначенных сегодня судом 5 лет тюрьмы. За решеткой он проведет меньше 4. Кирилл Ящичин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. В зоне АТО за эти сутки боевики 19 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди наших бойцов нет. Впрочем, последние дни противник реже открывает огонь, говорят военные. В чем же причина, расскажет Руслан Смещук. В последние несколько дней под Мариуполем идут обильные дожди, поэтому полевые дороги труднопроходимы на некоторые позиции вообще не попасть. В результате интенсивность боевых действий снизилась, но стрелять боевики не перестали. На Приморском направлении уже зафиксировано 8 обстрелов. Боевики с стрелецкой оружием, гранатометами, великокалиберных кулеметов відкривали огонь в районах населениях пунктов Павлопіль, Широкино, Водяне и Марьянка. Более Новотроицкого помечена работа ворожего снайпера. Ось защитники Красногоровки поведомляют про обстрел из обороненного мельскими домовленостями миномета 82-го калибра. Несмотря на временное сокращение количества обстрелов, военное в постоянном напряжении. Особенно в районе Павлополя. Они подгоняют технику, живую силу и начинают обстреливать, пристреливаются уже, то есть очень четко ложатся прямо в позицию. Идет прощупывание обороны. В случае попытки прорыва противника должны остановить мишки. Так военные ласково называют танки. И хотя бронемашины, согласно минским договоренностям, отведены, без дела танкисты не сидят. Это учение на минимально допустимой дистанции от линии фронта. Народный герой Украины, офицер Иван Берташ, который в 2015 году, прикрывая под Логвиновым отход пехоты, уничтожил два вражеских танка, а потом подорвался на мине и выжил, уверяет, такие маневры очень важны. Особенно в условиях, когда танкисты не участвуют в реальных боевых действиях. Учения проходят в формате соревнований. Экипажи не только шлифуют навыки, но и для большего эффекта соревнуются между собой. Но, наверное, самый важный элемент – отработка боевой стрельбы из танковых орудий. Отрабатывали танкисты и другие маневры, в том числе с использованием дымовых завес. А еще устроили танковый биатлон. Руслан Смещук, Диана Кулачкова, Демривун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». За глобальной кибератакой на компьютерные системы 150 стран мира может стоять Северная Корея. Что указывает на возможную причастность Пхеньяна и удалось ли остановить вредоносную программу Светлана Чернецкая из Лондона. Через четыре дня после первого удара вирус продолжает находить новых жертв. Последние случаи поражения компьютеров сегодня зафиксировали в России и Бразилии. После того, как британскому айтишнику случайно удалось остановить программу «Вымогатель», злоумышленники ее уже дважды обновили. И хотя вирус не так активен, как в пятницу, избавиться от него до сих пор не удалось. Программа WannaCry, что в переводе значит «хочу рыдать», шифрует все файлы на компьютере и обещает вернуть им обычный вид за деньги. Вирус положил в сети британских и индийских госпиталей, немецкой железной дороги, китайских университетов, российского Минобороны и многих других учреждений по всему миру. Код программы вредителя сейчас изучают и спецслужбы, и независимые киберэксперты. Но если секретные службы с выводами не спешат, то компании по кибербезопасности уже объявили, кого подозревают. Результаты исследования совпали у трех влиятельных компаний в Южной Корее, США и лаборатории Касперского. Во вредоносном коде увидели почерк так называемой группы «Лазарус», за которой, возможно, стоит правительство Северной Кореи. Это еще не утверждение. Мы разглядели то, что указывает на группу «Лазарус», за которой мы наблюдаем какое-то время. Она стоит за атакой на Бангладешский банк, когда перевели более 80 миллионов долларов и на компанию «Сони Пикчерс». Оснований обвинять Северную Корею пока недостаточно. Но эксперты начали сомневаться в мотивах хакеров. Сначала считали, что это исключительно зарабатывание денег. Однако итоговая выгода не такая уж большая по сравнению с масштабом атаки – около 60 тысяч долларов. К тому же забрать со счетов их нельзя, поскольку за этими деньгами следят полицейские. Так что сейчас более вероятными называют политические мотивы. Правда, пока не ясно, какие именно. В 2014-м «Лазарус» взломала сеть кинокомпании «Сони» в знак протеста против выхода фильма «Интервью», в котором высмеивали лидера Северной Кореи. Ну а сегодня от другой хакерской атаки пострадала компания «Волт Дизней». Злоумышленники утверждают, что получили доступ к еще не вышедшему фильму и требуют выкуп. Иначе обещают выкладывать ленту по частям в публичный доступ до премьеры. Впрочем, «Дизней» заявили, что платить хакерам не собираются. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Утечка данных от американского президента пресса обвинила Дональда Трампа, дескать, раскрыл российскому министру Лаврову сверхсекретную информацию. О чем идет речь и каких последствий ожидать? Дмитрий Анопченко выяснял подробности. Все началось вот с этой публикацией в газете «The Washington Post» статьи, которая здесь, в Америке, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Газета пишет, что во время недавней встречи с Лавровым президент Трамп якобы выдал российскому министру сверхсекретную информацию о планах террористов ИГИЛ. Что это за информация, никто не говорит, потому что это тоже тайна. Данные раздобыл кто-то из партнеров Соединенных Штатов и поделился с Вашингтоном. И теперь эти разведчики, внедрившиеся в ряды исламистов, под ударом. Газета пишет, что по окончании встречи с Лавровым Белый дом пытался замять скандал. Срочно звонили и в ЦРУ, и в Агентство национальной безопасности, но поздно. Затем информацию газеты подтвердило и авторитетное агентство Reuters. И в Конгрессе уже не подбирали слов. Ведь там еще расследование связи Трампа с Россией не завершили. А тут такой подарок его противникам. Это пощечина разведки. Страна словно оказалась в сказке «Алиса в стране чудес». Громких комментариев от конгрессменов сегодня очень и очень много, но среди них есть и те, которые могут вызвать масштабные последствия. Нужно провести специальное расследование действий Трампа и назначить специального прокурора. Потребовал один из лидеров демократов в Конгрессе, сенатор Дурбин. Белый дом стал все опровергать. Причем поручили это не пресс-секретарю, а самым высокопоставленным чиновникам. История в том виде, как о ней пишут, ложь. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, и президент не рассказывал что-либо о военных операциях, о которых не было бы известно публично. С опровержением пришлось выступить и заместителем Макмастера, и госсекретарю Тилишсуну. Но и сегодня утром объяснение последовало уже от президента Трампа. Сделал он его не через прессу, а в привычной для себя манере в Твиттере. Написал, что передал России лишь информацию о терроризме и безопасности авиаполетов. Что имел на это полное право, чтобы усилить борьбу против терроризма. Слова о безопасности полетов в сообщении Трампа дают основания говорить. Он мог сказать Лаврову именно то, о чем все и так подозревают. В Соединенных Штатах закручивают гайки в аэропортах. Постепенно запрещают брать на борт любую электронику из-за некой угрозы теракта. И в беседе с Лавровым Трамп мог просто сообщить больше подробностей. Но такое простодушие или же ошибка теперь могут обойтись очень дорого. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Вторые сутки в полете. Почему 200 человек застряли в аэропорту Хоргады и удалось ли вылететь на родину? В 70-й раз чем порадует юбилейный Каннский кинофестиваль. Материалы дела об избиении руководителя Черновицкого городского отделения оппозиционного блока Руслана Тулика передали в Генпрокуратуру. Напомню, оппозиционера избили 10 мая возле местного аэропорта. Сотрясением мозга и ушибами Тулика доставили в больницу, где он находится и сейчас. Нападавшими якобы руководила депутат от самопомощи Ольга Кобевка. Сегодня на сессию облсовета она обвинила потерпевшего в клевете. Сами оппозиционеры сессию бойкотировали. При этом обе стороны обратились в правоохранительные органы с просьбой провести независимое расследование. Руслан Тулик выяснил, как пострадалый. Справа передана до Генеральной прокуратуры. Заявка Квола произошла в сессийном зале областной рады. Мы это оценим как тиск на суд, тиск на следствие. Один убитый и четверо раненых. Таковы результаты перестрелки в поселке под Харьковом. По версии полиции это всего лишь бытовой конфликт и хулиганство. Что же на самом деле происходит и почему правозащитники говорят о риске возникновения массовых беспорядков, знает Светлана Шакера. Конфликт между цыганами и жителями Ольшан вспыхнул еще в воскресенье. В кафе 16-летнего Рома Руслана якобы ударил поселковый голова Андрей Литвинов. Он зашел попить чаю. Старый подошел, ударил его, не зашел. Сегодня утром председатель постсовета Андрей Литвинов и его отец, депутат облсовета Алексей, вызвали руководство ромской общины на переговоры. Якобы население жалуется, что цыгане ведут себя недостойно. Литвин старший позвонил моему отцу. Соберись в цыгань, будем разговаривать. Предупреждать, какие-то цыгане приезжают. Будем всех высылать. Переговоры закончились перестрелкой. Мы были чеченцы с травматами, калашами. Литвин взял пистолет и выстрелил в отца. Вот этот, старший Литвин. А когда отец мой лежал, я до него подбежал, и мне выстрелили. Вот видите, мы зацепили. Глава ромской общины Николай Каспицкий скончался от огнестрельного ранения в спину. Еще четверо ромов в больнице, тоже с пулевыми ранениями. А вот версия других участников конфликта поселкового головы Андрея Литвинова и его отца. Начали общаться люди с цыганами, местные тоже, это гельшанские все цыганы. И в ходе этих разговоров, разборов произошел у них конфликт. Ну, в том, что молодежь просто ведет себя неадекватно. Нет, я стоял, просто разговаривал с ними, и все. А когда все уже заварилось, я увидел, что человек лежит, с двумя цыганами бросил машину и отвез его в больницу. В полиции скандал попытались замять. Дескать, перестрелка – всего лишь бытовой конфликт. И стреляли якобы из травматического оружия. Конфликт выник на побутовом грунте, в результате которого были сделаны выстрелы, пострелы, пострелы одния группа и осипов инших. Это хулиганство. К вечеру все же открыли уголовное производство по статье «Убийство». Но задержанных и подозреваемых до сих пор нет. Если правоохранительные органы не сработали на опережение и не предотвратили этот конфликт, это говорит о работе и местной власти, это говорит о работе и полиции, участкового и так далее. Возмущенные ромы днем пытались штурмовать больницу, где находится тело погибшего. Туда их не пустил кордон полиции и нацгвардии. Под охрану взяли и здание постсовета. В Ольшаны прибыли представители ОБСЕ и правозащитных организаций. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста Василия Сергеенко. Об этом сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Известно, что это 47-летний уроженец Винницкой области. Некий гражданин Мельник написал на своей странице в фейсбуке генпрокурор. В 2014-м он работал начальником охраны одного из нардепов. А когда задержали исполнителя убийства, вскрылся. Напомню, 4 апреля 2014-го Василия Сергеенко избили во дворе его дома в Курсеншевченковском. А после похитили. Тело журналиста нашли на следующий день в лесу на окраине города. Безденежье и отчаяние вывели на акцию протеста медиков из Смелы в Черкасской области. Персонал медсанчасти, которую чиновники лишили финансирования, в третий раз перекрыл трассу. Удалось ли им в этот раз достучаться до чиновников? Продолжит Станислав Кухарчук. Это отрезок дороги на выезде из Смелы. Сегодня полдень здесь нереально проехать. Трассу перекрыл персонал местной медико-санитарной части. Масштабного затора удалось избежать. Полиция подготовилась к протесту. Транспорт пустили в объезд. Иного выбора, говорят медики, нет. Они уже пятый месяц без денег. Нужны, похоже, только пациентам. Ежегодно медики обслуживают до 7 тысяч жителей райцентра. Их в начале этого года местные власти перевели в городскую больницу. Лишив таким образом медсанчасть права на госсубвенцию. Хотя та продолжает работать. А пациентов меньше здесь не стало. Медперсонал устраивает уже третью акцию. Безрезультатно. В предыдущий раз к ним даже приезжал исполняющий обязанности мэра города. Было предложено, что дадут нам в долг город даст денег. Мы проконсультировались. И они проконсультировались. Нельзя так сделать. Это противозаконно. В этот раз городской голова наблюдал за акцией только с билборда. На перекрестке. На рабочем месте его тоже не оказалось. Заместитель же посоветовал медикам выбивать зарплату в Киеве. Хотя еще в 2015 кабмин передал медсанчасть на финансирование местному бюджету. Но город на баланс принял только помещение. Властник у них. Властник у них. Министерство охраны здоровья. Контракты. Все там. А помещение у нас. Они орендуют у нас. Тем временем Смелянская прокуратура по факту невыплаты зарплаты открыла уголовное производство. Хотя кто должен медикам почти полмиллиона гривен? Следователи ответить затрудняются. С начала года в медсанчасти накопились долги не только по зарплате, но и за коммуналку. В конце мая им отключат электроэнергию. Единственная надежда на народных депутатов. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении медсанчасти номер 14. Госфинансирование. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Застрять в Фургаде. Свыше 200 пассажиров рейса МАУ более суток не могли вылететь из Египта. Самолет пытался подняться в небо 4 раза, но тщетно. Людей отправляли в зал ожидания, не обеспечив при этом ни едой, ни водой. Как все это объясняют в авиакомпании и чем завершились египетские каникулы украинцев. В сюжете Анны Каменевой. Их египетские каникулы неожиданно закончились сущим кошмаром. 215 пассажиров и 28 малолетних детей застряли в аэропорту курорта Хургада. Вылететь в Украину они должны были еще вчера вечером. Нас загрузили в самолет. Через 15 минут сказали компьютер на самолет и сломался. Надо подождать 10 минут. Через 10 минут сказали надо ждать еще 10 минут. Потом нас выгрузили и сказали подождем непонятное время. Подождали мы в зале самолета без води, без еды, без места для сидения, а для всех. Купить предлагали, конечно, воду. За 5 долларов, да? Кипяток. Просто обычный кипяток. После двухчасового ожидания вторая попытка улететь. Мы вновь сели в самолет и на взлетной полосе его затрусило и чуть развернуло. И остановило очень редко. То есть некоторые люди прям врезались в дальнейшие сидения. После этого пассажиров вместе с экипажем отправили в отель. Три часа на отдых и снова в аэропорт. Там их ждал все тот же злополучный борт. К тому времени пассажиры разделились. Меньшая часть села на самолет, большая отказалась лететь на неисправном судне. Но борт опять не смог подняться в воздух. Недовольство пассажиров вызвало и отношения представителя туроператора. Мы просили стулья, мы просили воду, мы просили какие-то отдельные помещения, чтобы мы не были тут брошенными посреди зала на сумках своих. Полный игнор. Попорядила нас, что нас просто выкинут на дверь, чтобы мы будем тут створивать такие слышные шуми. Почему так вел себя представитель турфирмы, в главном офисе не объяснили. На сайте агентства лишь сухая информация. Дескать, приносим извинения, вылетел другой самолет. МАУ и правда отправила за пассажирами другое судно. Но только после четырех неудачных попыток поднять в воздух первый самолет. По предварительной информации, самолет не смог вылететь из-за того, что в кабине пилотов срабатывали датчики сигнализации определенных систем и узлов, что не давало командиру уверенности в том, что судно стопроцентно исправно. В итоге, ближе к вечеру, второй борт все же забрал пассажиров из Хургады. Вот только они теперь сомневаются, захотят ли после суток ожидания еще раз воспользоваться услугами авиакомпании и туроператора. Анна Каменева, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Мальта может стать мощным транспортным узлом для украинских аграриев, убежден президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время своего первого визита в республику. Кроме того, глава государства заявил, Украина готова открыть на острове офис компании Антонов. Напомню, именно во время председательства Мальты в Евросоюзе Европарламент и Совет ЕС поддержали предоставление без виза для Украины. Сегодня у нас есть уникальные возможности для сотрудничества в аграрной и авиационной сферах в Северной Африке. Кроме того, сотрудничество с Мальтой открывает уникальные возможности для украинских производителей на всем европейском рынке. Очень много реформ было проведено в Украине за последние два года, и это впечатляет. И Европа показала, что она поддерживает Украину. Уже до конца года будет полностью согласован документ о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом шла речь во время встречи в Иерусалиме украинского премьера и израильского министра обороны. Напомню, Владимир Гройсман второй день находится в Израиле с официальным визитом. Если говорить об экономике, имеем очень, мне кажется, очень хорошие основы для увеличения, в том числе и оборота между нашими странами. Но наша задача выйти на конец года на подписание соглашения о свободной торговле, это открывает совсем новые возможности. Наш визит будет способствовать, прежде всего, поднятие вот этой планки нашей экономики, с которой достаточно долгое время пробоксовывали. Сорванный визит. Турция не пустила немецких депутатов на военную базу Инджерлик. Чем в ответ пригрозила Германия? Обо всем подробнее Татьяна Лагунова. Депутаты Бундестага – нежеланные гости в Турции. Анкара не разрешила группе немецких парламентариев посетить военную базу Инджерлик, где дислоцированы военные бундесвера. Поездка должна была состояться сегодня, но буквально за несколько часов до вылета. Ее отменили. Отказ Анкары возмутил официальный Берлин-визит, ведь согласовывали и планировали заранее. Да и ничего особенного не просили члены комитета Бундестага по вопросам обороны. Просто хотели посетить немецких военнослужащих, которые принимают участие в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке. А именно обслуживают самолеты-разведчики. То, что депутаты не смогли посетить военную базу Инджерлик, хотя заранее это анонсировали, абсолютно неприемлемо для федерального правительства. Возмущенными заявлениями дело не ограничилось. Канцлер Ангела Меркель намекнула, Германия уже думает о выводе своих военных из Турции. Мы будем продолжать переговоры с Турцией, но в то же время рассмотрим и альтернативы Инджерлику. Бундестага – это парламентская армия, поэтому депутаты должны иметь возможность посещать солдат. Альтернативные места дислокации – Иордания, Кувейт и Кипр. Турция уже не первый раз использует базу Инджерлик для политической мести и уже запрещала депутатам Бундестага ее посещать. После того, как немецкий парламент признал массовое уничтожение армян в Османской империи геноцидом. Нынешний запрет связывают с решением Германии предоставить политическое убежище турецким военным, которых Анкара подозревает в причастности к организации путча. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». На Лазурном побережье Франции готовятся к открытию Каннского кинофестиваля. Церемония состоится завтра. В этом году фестиваль – юбилейный, 70-й. В городе повышенные меры безопасности. О том, как идет в подготовках и о фаворитах, расскажет Алексей Пшумызкий. Тысячи полицейских, бетонные блоки и барьеры, отряды морских пехотинцев и береговой охраны. И совсем неподалеку – красная дорожка, гламур и запах дорогих духов голливудских звезд. Канны готовятся к 70-му ежегодному кинофестивалю. Мы установили 550 камер, вот таких, как за моей спиной. Это самая большая система видеонаблюдения во всей Франции. Каждая камера на 140 человек – это наивысший уровень безопасности. После прошлогодних терактов меры безопасности невиданны. Сегодня полиция оградила одно из любимых мест туристов и фотографов-любителей – забору дороги к дворцу фестивалей. Каждый год, еще за несколько дней до открытия, здесь ставили лестницы, чтобы занять место и получить эксклюзивное фото звезд. Многие стремятся сюда специально ради этих нескольких кадров. Конечно, мы расстроены, потому что отсюда получались самые лучшие фото. Здесь можно было получить автограф и запечатлеть звезд в более раскрепощенном виде, а не на красной дорожке, где они под прицелом тысяч объективов. С каждым годом меры безопасности становятся все жестче. Несмотря на тень прошлогодних событий, еще вчера на Лазурном побережье начали собираться кинозвезды. Среди фаворитов в этом году – лента «Роковое искушение» режиссера Софии Копполы. Немало надежд возлагают и на фильм «Устрашающий» французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, рассказывающий о творческом пути Жан-Люка Гадара. Украину в этом году представит Сергей Лозница. Сокранизация повести Достоевского «Кроткая». Ее покажут в основном в конкурсе. Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмадовар. Среди кинозвезд на набережной Круазет можно будет увидеть Уилла Смита, Николь Кидман и Кристен Стюарт. Каннский фестиваль – первое крупное событие на Лазурном побережье после теракта в Ницце в июле прошлого года. Несмотря на то, что Франция до сих пор живет в условиях чрезвычайного положения, в городе переполнены гостиницы и рестораны, а фестиваль, как всегда, принимает десятки тысяч гостей. Уже завтра глаза всего мира будут прикованы к красной дорожке. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности – ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин